Банковский скандал в Китае. Выплаты на фоне массовых протестов и танки на улицах. Статья в Евразии Дели за 21 июля 2022 года. Управление комиссии КНР по регулированию банковской деятельности в провинции Хайнань заявило о предстоящих выплатах возмещений пострадавшим в результате одной из крупнейших банковских афер в стране. В ночь на 21 июля из-за непрекращающихся протестов китайские власти вывели на улицы городов провинции Танки. Напомним, 10 июля сотни вкладчиков вышли на протест к отделению Народного банка Китая в административном центре провинции Хэнань в городе Чинжу и употребовали свои деньги. Ранее ряд банков в провинции Хэнань, а также два других банка в провинции Аньхой приостановили работу онлайн-банкинга. В результате вкладчики со всей страны фактически потеряли доступ к своим депозитам. По сообщениям китайских СМИ, доступ к своим депозитам на общую сумму 40 млрд юаней, около 6 млрд долларов, потеряли примерно 400 тысяч человек. В прошлую пятницу власти начали первый этап компенсационных выплат. Свои депозиты получили лица, вклады которых не превышают 50 тысяч юаней, 7,4 тысячи долларов. Теперь ожидается новый этап. С 25 июля начнется второй этап выплат клиентам четырех банков. Возмещение получат лица, чьи вклады не превышают 100 тысяч юаней, говорится в официальном заявлении Управления, опубликованном 21 июля. Следует отметить, что властям удалось задержать несколько десятков человек, причастных к скандалу. Подследствия попали как минимум три чиновника из провинции Хэнань, а также местные органы регулирования банковской деятельности. Предварительное расследование показало, что преступная группа, возглавляемая держателем контрольного пакета акций частной компании, подозревается в использовании соответствующих банков для незаконного снятия депозитов с 2011 года. По данным китайской полиции, злоумышленники незаконным путем получили контроль над кредиторами, продавали финансовые продукты через собственную платформу и создавали подставные компании для сокрытия информации. Банковский скандал в Китае. Выплаты на фоне массовых протестов и танки на улицах.